Как думаете, карантин еще сколько может продлиться? Очень сложно сказать. Ну смотри, сейчас на данном этапе у нас вон... Такой еще вопрос. Если эмигрант себе почувствует вот эти симптомы коронавируса, он должен куда обратиться? Скорую помощь. Всегда надо вызывать скорую помощь. Скорую помощь. Из-за коронавируса зарплата уменьшится или нет? Я думаю, что вообще экономика очень сильно будет иметь проблемы. Сейчас многие не могут получить регистрацию. Этим как быть? Ну получается, что вот тут возникает, конечно, момент сложности. Если взять, например, Москву, у нас органы ОВМ распускаются много функциональных центров. Еще такой вопрос. То есть у человека патент закончился, но он не может выехать из страны. Ему как быть? Продлят. Продлят. Без выезда продлят. А регистрация, если просрочена. Прогнозы? Акцию нет денег для патента. Ну я думаю, что на этой неделе будет какой-то отклик. Потому что сейчас очень быстро, очень четко работают все власти на самом высоком уровне. Ассаламу алейкум гадырли ватандоушлар. Слава ламма, рахману врустам. Аз ватандоушлар. Хозыр гена президент федерации мигрантов России Вадим Кожиков билангаплаштым. Интервью кылдик. Онлайн-тарзда. Хозы карантин. Хама уйдет отрыпт. Онлайн-тарзда интервью кылдик. Айнен нету денег для патента. Деген хозыр общий хэштег оркали. Хаману шунарсаги чалклы яппыз. Хаману шунарсаги чалклы яппыз. Дөстіла, еордан дох оқылазы үжек кылдышды бошлаймыз. Хозырча шу глобал маузу патент. Біз 10 кишіге, 100 кишіге, 200 кишіге еордан беру оламыз. Лекен айнан патент масаласында миллионла бодамлага еордан бериш мақсатты шу катта проекты бошладег. Ва үшбук проект қанақангидар өзінің мейвасына берады деген өміттамыз. Росия Федерациясының бошқармада ешлайды оны инсонылы шу акцияға, не түдейінгіділе патент деген акцияға өзінің өте борыны қаратып. Ал ба, бәдді патент масаласыда қанақангидар өзгәрішілі шу период, шу карантин бүген периодті. Продолжение следует... 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 Они с Таганрога человек. У нас на езде поставили блокпост. Ой, пробки безумные из-за этого. Какие-то очи, меряют температуру. Что-то еще в 6 вечера все уходят домой. Все, вот работа закончилась. Ну это же какая глупость, зачем это делать? И вот такого много. Это только мешает жить. Есть человек, у него сейчас нет работы. Его отправили в отпуск. Кому-то заплатят, кому-то не заплатят. У него уже настроения нет. Тут ему еще он домой, чтобы попасть, должен в пробке стоять. Там ее никогда в жизни не было. И вот эти все нелогические решения, это, конечно, проблема. Поэтому, на мой взгляд, чем быстрее откроют карантин, тем лучше. Вот такой еще вопрос. Если эмигрант себе почувствует симптомы коронавируса, он должен куда обратиться? Скорую помощь. Всегда надо вызывать скорую помощь. Скорую помощь. Он позвонит. То есть вы поймете, что операторы скорой помощи, именно на телефоне, которые очень профессиональные люди, они знают, какие вопросы надо задать, чтобы правильно понять, что происходит, как бы четко в ситуации определить, как и что. Потому что симптомы коронавируса – вещь очень общая. У половины из нас сейчас симптомы коронавируса. Поэтому надо звонить скорую. Но у нас сейчас есть же единый телефон 112. Бесплатный, мобильный, как угодно. Звоним 112, говорите, я вот так и так. У всех мигрантов есть медицинские полица. То есть те, которые у нас, допустим, таджики-русбеки, чтобы получить патент, они покупают полис. Этот полис у них есть. Если мы говорим, допустим, в страны АЕС, там тоже Киргизия, там Армения, у них, соответственно, есть полиса ОМС, такие же, как у граждан России. То есть все документы, чтобы обратиться за медицинскую помощь, у них есть. То есть надо звонить, не стесняться, если вдруг чувствуют. Но я бы все-таки предостерег от паники. То есть коронавирус, на мой взгляд, не так страшен, как его пытаются преподать. Я вот его абсолютно не боюсь, везде хожу и прекрасно себя чувствую. Без перчатки, без масок. Вот, да, абсолютно. И я думаю, что в следующем году это будет как сезонный грипп, никто даже внимания не обратит. Я пока не понимаю, с чем связано вот это как бы нагнетание такой напряженной ситуации. Но раз наши власти приняли такое решение, мы должны его поддерживать, выполнять те меры. То есть у нас, например, офис тоже, все дома сидят, никто не работает. Есть все-таки указания, да. Ну, я еще укажу свое личное отношение, да, мое личное отношение, что как избыточные меры. Вот, тем более, если, опять же, тут надо как-то понимать. Если мы считаем, что у нас только большая парка, в первую очередь нам закрывать метрополитен. Метро работает, открыто. То есть там, 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 каждые 10 тысячи людей, да. А то метрополитен работает, а ресторан не работает. Какая логика? То есть, ну, ладно, тут уже. Как вышло, так вышло. Я думаю, что это переживем, будем дальше работать. А из-за коронавируса зарплата уменьшится или нет? Я думаю, что вообще экономика очень сильно будет иметь проблемы. Эти проблемы будут долговременные и достаточно серьезные. То есть, на мой взгляд, кризис, допустим, 2014 года будет вообще несущественной мелочью, в связи с тем, что будет сейчас после коронавируса. То есть, наверное, это можно как-то сравнить с кризисом 2008 года. В 2014 году, да, еще был кризис? Ну, в 2014 году у нас рубль же упал в два раза. У нас рубль стоил 30, да, 30 рублей за доллара, а в 60. Да, да. Но как раз-таки вот это серьезнейшее падение валюты, да, в два раза, кризиса как-то кого-то не вызвало. Ну, запретили там какие-то помидоры, стали выращивать свои, да, запретили какой-то... Ну, сейчас наш сыр, как бы тот же Камамбер, прекрасно, никаких вопросов. Ну, вот. То есть, на мой взгляд, как раз-таки вот этот вот валютный скачок, санкции, там, и все проблемы, связанные с санкциями, они не оказали какой-то вот именно моральной сложности в ситуации. Все такие, ну, ладно, живем, работаем, да. Тем более, мы смогли повесединить Крым, это был большой успех. И очень же важно настроение людей. Вот тут недавно выступал один известный тоже врач, и он говорил, что с 91 по 94 год был прям резкий взрыв инфекционных болезней. Там, сифилис, там, какие-то вот такие, межполовые, там, еще что-то, тот же грипп. А в 94 году они все как бы вернулись к старым показателям. Он говорит, а мы ничего не делали. Но просто 91 по 94 год, ну, люди не понимали, как жили. Развалил Советский Союз, да, там, не знаю, танцы стреляли в Белый дом. То есть у всех людей была паника, и вот это вот моральное напряжение, оно давало так, что иммунитет садится, и вирусы, соответственно, активизируются. Потом все поняли, все, вот, нас новый государство строим, там, конституция, все, живем, работаем, все хорошо. И болезни вообще сами. То есть самое важное, это то, что у человека в голове, что верят, что все будет хорошо. И вот в 2008 году, я помню, прям были переживания, то есть, что вот, мы не знаем, как быть, там, по всем каналам все плохо. В Америке там миллиардные банки закрываются, то есть, ну, прям все плохо. И вот, мы из этого, как бы, восстанавливались, нам, мне кажется, где-то год. Если я не ошибаюсь, специальный индекс Московской биржи восстановился он за 1 месяц в первоначальном значении. Вот, хотя не было падения рубля. То есть рубль как стоил, когда 26 за доллар 25, он так и стоил 26-25. Была именно экономическая проблема. А в 2014 году наоборот, то есть упала валюта в два раза, казалось бы, проблема. А проблемы не было. И индекс Московской биржи восстановился за 3,5 месяца. Потому что люди такие, ну, ладно, хорошо, санкции, санкции работаем. Я думаю, сейчас будет ситуация ближе к 2008 году. То есть, потому что я вот общаюсь со многими бизнесменами. Они говорят, ну, вот мы за апрель там зарплату дадим, мы людям обещали. А если продлят на мае, мы всех уволим. Ну, нам нечем платить. Просто нету, ну, ничего нет. Так же все закредитованы, да, так же у всех все заложено. Вот, и тут вопрос не то, что вот сидит человек там на мешках с деньгами, ему жалко дать. Нет, в основном сидит человек с кредитами. И сейчас ему опять предлагают, вот возьмите кредит, отдайте зарплату, кредит беспроцентный. Вопрос же не в том, чтобы, да, кредит беспроцентный взять. Это же зарплату надо потом заработать. Вот, ну, посмотрим. Я хочу более активистично смотреть на все. Все будет хорошо. Понятно, спасибо. Еще такой вопрос. Как быть бизнесменом, ну, эмигрантом, который занимается бизнесом, да, ну, микробизнесом? У них как будет ситуация, положение? Ну, там у каждого по-своему, наверное, будет смотреть, каким бизнесом он занимает. Если у него маленький бизнес, то, скорее всего, он все-таки, у него не так много работников, там, 2-3 человека. Я думаю, что он может с ними за один стол сесть, как-то договорить, что он им даст какую-то денежку, может, там, не всю зарплату, половину, там, как-то, да. Но они вот этим маленьким коллективом смогут это пережить гораздо легче, чем если у вас, там, огромное предприятие, тысячи сотрудников и у всех свои проблемы. То есть, мелкий бизнес, он как раз-таки гораздо более гибкий, вот, ему проще, то есть, он не платит, там, больших денег за аренду, он снимает, там, как-нибудь маленькое помещение, стоит недорого. То есть, скажем так, что, если, например, большой бизнесмен, он зарабатывает в месяц, там, если ты, даже миллион рублей, но у него расходы 20 миллионов, и он эти миллионы, он их никак не покроет, да, даже если у него дома отложены 3-4, да, которые он заработал, и все равно не хватит. А маленький бизнесмен, он зарабатывает, не знаю, 200-300 тысяч, и у него расходы, там, тоже те же, там, 200-300 тысяч. Он по аренде может играть еще где-то, да, то есть, там, сотрудникам дать, там, хоть чуть-чуть что-то, даже так, чтобы они могли, там, захватили, заплатить по курсу и так далее. То есть, мелкий бизнес, мне кажется, ему легче это пережить. Понятно. Еще такой вопрос много поступает. То есть, человек получил патент в Москве, сейчас из-за ситуации он остался безработный, он хочет переехать, Питер работать, ему как быть? Ну, в Питере надо новый патент получать. Новый патент. А тут есть закон, то есть, тут вот, если сейчас вдруг, например, в ответ на наше обращение, или еще как-то, будут какие-то изменения, мы о них сразу расскажем. На данном этапе есть законодательство, что патент действует в рамках субъекта Российской Федерации. Москва один субъект, Санкт-Петербург другой субъект. Даже Москва и Москва-область. Да, да, и, соответственно, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Это большая проблема, на самом деле, у нас здесь, в Москве, потому что люди получают пакет в Москве, отъезжают буквально за 5 минут в замках что-то сделать, их штрафуют, то есть, ну, это прям проблема. А вот из-за коронавируса все говорят, что многие предприятия, работа, переходят на онлайн-режим. А ФМС тоже переходит на онлайн-режим или нет? Ну, на данном этапе, получается, все работают, так как, ну, ФМС же нет, а денег на ФМС, это давно было. Сейчас же это УВМ, да, это подразделение МВД, МВД работает в штрафном режиме, все работают, все выполняются, более того, есть отдельное распоряжение там высоких начальников, что все услуги должны оказываться в клумном объеме. Понятно. Еще такой вопрос, сейчас многие не могут получить регистрацию, этим как быть? Ну, получается, что вот тут возникает, конечно, момент сложности, да, вот если взять, например, Москву, у нас органы УВМ распускаются много функциональных центров, и физически они не могут, как бы, попасть на работу, если центр закрыт. Да. А центр закрыт по указу мэра, чтобы, как бы, вот, коллективные, как бы, да, народ не собирался большими группами. Все, они просто им некуда выходить на работу. Сейчас вот принято определенный там тоже нормативный акт, что они должны теперь в районных отделах сформировать, как бы, какую-то комнату, да, где будут здесь сотрудники. Но это вот сейчас делает. То есть тут сложность в том, что в каждом субъекте это решается по-своему. Угонят одного ответа как-то на всю страну. Как это происходит сейчас в Санкт-Петербурге, я тоже, к сожалению, подсказать не могу. Понятно. Еще такой вопрос. То есть у человека патент закончился, но он не может выехать из страны? Ему как быть? Продлят. Продлят. Без выезда продлят. Да. А регистрация, если просрочена? Ну вот, вот смотрите, получается, что в целом вся идея такая, что все продления, есть официальный документ. 19 марта подписанный первым заместителем министра ГД Горовы, что все все должны продлять. Без выезда, без всего приходит человек. Там просто есть такой момент, что если уже у него патент оформлен, патент просто продляется как бы на основании карантии. Если он бы просто приехал, еще не успел оформить патент, вы же знаете, что патент нужно оформить до 30 дней. Вот этот срок тоже, соответственно, не учитывается. Вы приходите сейчас, даже на 35-й день, вам патент оформят, все, идите работайте. А если вы просто въехали, когда сделали регистрацию, ничего нигде не работали, то, чтобы ее продлить, вам нужно прийти к органу ОВМ вместе с принимающей стороной. То есть, если вы у кого-то купили регистрацию, даже если она в базе, но она купленная, мы понимаем, что она левая. То вы должны прийти, что своей принимающей стороной должен подтвердить. Это как бы человек живет у меня. И тогда, соответственно, все подлятся. Понятно. Пару советов эмигрантам во время карантина. Ну, тут нет таких советов, чтобы прям было озарение какое-то и могло помочь людям. Самое главное – это правильный психологический настрой. Рано или поздно это кончится. И те, кто сейчас ведет себя недостойно, об этом будут очень долго помнить. Кто ведет достойно, тоже будут помнить. То есть, сейчас хорошее время для всех показать себя с лучшей стороны. Надо помогать друг другу. Вот у нас сейчас хорошие примеры взаимовыручки. Человек обракил себе, у меня открыл, я готов бесплатно людей поселить, пусть придут поживут. Чем таких будет больше, тем лучше будет сам климат вот этот. Кто-то, наоборот, обращается, там детей нечем кормить. Мы тоже пытаемся как-то помочь. Надо вот помогать друг другу, как бы по мере сил, да, кто чем может. Дальше надо понимать, что это рано или поздно закончится. То есть, не должно быть какой-то великой депрессии. Наоборот, надо понимать. Сейчас уже 7 апрель. Если 30-го отменят, ну, осталось вот 3 недели. Они будут непростые, но они кончат. Рано или поздно это пройдет. Меньше конфликтовать с кем-то, да. Не обвинять, например, тех же сотрудников КУГБТР в том, что они там не так себя ведут. У них огромная нагрузка. Они тоже стараются как могут. Вот. Поэтому нужно вот, ну, как-то максимально, не знаю, какое-то миролюбие проявлять по отношению ко всем. Это касается не только мигрантов. Это касается и наших граждан, и сотрудников, и всех-всех-всех. То есть, чем мы сейчас будем более тепло друг к другу относиться, тем легче будет нам этот период пережить. Понятно, что если человек сейчас потерял работу, стараться ее найти. Мы с своей стороны, если сейчас будут какие-то вакансии, все будем публиковать. Заходите, смотрите. Вот. А если у кого-то, например, есть вот возможность какой-то там крупной адресной помощи, да. То есть пусть тоже обращается, ну, как-то все это будем организовывать. Ну, наверное, вот так. Понятно. Ну, вы же сами понимаете, если у человека деньги нет, нечего кормить семью, он может на любой поступки идти. То есть совершать вот такие моменты, да. Объясните словами, что так нельзя, вот как-то более грамотно. Я думаю, человек это сам понимает. Потому что если человек, например, от того, что у него совсем вот ничего, идет на какое-то преступление, он сам в душе знает, что он делает плохо. И лучше, на мой взгляд, вот многие как, многие же люди гордые. Особенно касается вот исландских стран, что вот я гордый, там, да, там, так далее. У него есть какой-то друг, ему у друга попросить стыдно. Он может быть пойти на какое-то правонарушение. Это большая глупость. Лучше попросить. Попросить никогда не стыдно, если он, он же честно просит, у него же нету тоже, да. Он не вкладывает, что выпросит, да, если. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно же, любой человек понимает, нельзя нарушать закон, нельзя связываться с непонятными людьми, с криминалом, с экстремистами. Но он, все равно, ну, внутри у каждого. И надо понимать, что если он будет нарушать закон, его поймают, посадят, будет только хуже. То есть, главная мысль, что любые нарушения законов ведут к тому, что человека наказывают за эти нарушения. Вот. И, ну, лучше-то не будут. Лучше попросить. Пойти к землякам. Все равно мы понимаем, что можно всегда найти кого-то, у кого попросить. Но этим стыдно просить, да, вот они не могут. Ну, надо смочь. Или надо работу найти, что-то надо сделать. Понятно. Прогнозы. Акцию нет денег для патентов. Ну, я думаю, что на этой неделе будет какой-то отклик. Потому что сейчас очень быстро, очень четко работают все власти на самом высоком уровне. Ну, вот. И я думаю, что либо это решение будет услышано, и будет сформирован какой-то документ. Он выйдет, будет подписан, и мы сразу о нем расскажем. Ну, и если наверху будет принято решение, что в этом нет смысла, то, значит, опять же, будет какой-то отказ. Тоже раскроено. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Вот этот период мы пережили. Вам тоже очень огромное спасибо за то, что уделили такое время. Надеюсь, это будет в пользу тот, кто нас смотрит сейчас. И можете свои, как бы, слова рассказать нашим соотечественникам. Держитесь, все будет хорошо. Рано или поздно это закончится. И будем жить, как жили. Все, спасибо вам. Спасибо вам большое. Всего доброго. Очень рад, чтобы с вами познакомиться. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.